Здравствуйте! Добрый вечер! В прямом эфире новости в студии Евгений Нифанов. Дом для детей. Теперь сюда смогут ходить 360 малышей со всего микрорайона. Насколько уменьшилась очередь в дошкольные учреждения? Задержание Олега Шишова. Работникам свыше двух месяцев подряд не выплачивалось вознаграждение за труд. Что грозит известному строителю? День Достоевского. Среди экспонатов есть настоящий раритет. Как вспоминали классика в Омске. А также новинки техники и новости спорта. Главная новость дня. В Омске задержали генерального директора НПО «Мостовик» депутата Законодательного собрания Омской области Олега Шишова. Еще в пятницу он принимал участие в открытии путепровода в Старом Кировске. Специалисты строительной организации, несмотря на финансовые сложности, сдали важный для города объект в срок. А сегодня гендиректор подрядчика подозреваемый в преступлении. Сотрудники прокуратуры провели проверку в «Мостовике» и выяснили, что на предприятии более двух месяцев подряд не выплачивали заработную плату сотрудникам. По версии прокуратуры, у Олега Шишова была финансовая возможность избежать задержки выплат. Олег Шишов своевременно не отдал распоряжения на выплату заработной платы, в связи с чем работникам свыше двух месяцев подряд не выплачивалось вознаграждение за труд. Так, согласно заключению экспертизы, за период с января по июнь 2014 года 18 работников данного предприятия свыше двух месяцев не получали заработную плату и иные положенные выплаты. На общую сумму более полумиллиона рублей. Как рассказали в прокуратуре Омской области, общая задолженность перед своими сотрудниками составляет около полумиллиона рублей. Это третье уголовное дело, возбужденное в отношении Олега Шишова. Главу «Мостовика» также подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Все три дела уже объединили в одно производство. В среду Куйбышевский районный суд решит, оставлять ли строителя под стражей, на чем настаивают следователи. Об этом мы расскажем в наших выпусках в среду. Теперь о неспокойной финансовой ситуации. Сегодня Центробанк повысил курс доллара и понизил курс евро. Официальные курсы на среду 12 ноября. 45,95 рубля стоит доллар, 57,05 рубля стоит евро. По данным Интерфаксы, эксперты считают, что давление на рубль могло усилиться из-за снижения цен на нефть, которые снижаются вторую сессию подряд. И сегодня же премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти России не будут вводить никаких ограничений на продажу наличной валюты, несмотря на виток падения курса рубля. По информации экспертов и интернет-источников, инфляция в России в 2014 году станет рекордной по сравнению с прошлыми годами. Еще недавно Росстат вместе с Минэкономразвития прогнозировал показатели инфляции в 2014 году в России на уровне 4,5%. И такой оптимистический прогноз мог сбыться. Российская экономика вроде бы демонстрировала рост ВВП. Российский рубль плавно колебался в коридоре 32-35 рублей за доллар. Ну а приток инвестиций медленно, но увеличивался. И цены на нефть в мире, вопреки прогнозам, не падали. Но сейчас экономисты говорят уже о том, что инфляция превысит 10%. Темпы роста очень большие, особенно в последние месяцы. При этом цены на товары еще не достигли своего пика. С чем это связано, мы спросили доктора экономических наук, заведующего кафедрой экономики и социологии труда ОМГУ имени Достоевского Владимира Половинко. Российская экономика переживает очень сложные времена. Я бы их даже сравнил со временем даже не 2008 года, а 1998 года. Сейчас в том погоду будет примерно где-то около 10% инфляции. Сейчас, может быть, пока не очень это прослеживается в ценах, потому что еще не пришли товары из рубежа, которые закупаются за валюту. Еще есть оттатки и продаются, поэтому цены еще, может быть, не столь большие. Но при таком возросшем курсе доллара и евро, конечно, многие товары будут дороже. Связано это, конечно, с санкциями, как бы не хотелось верить в обратное. Ну и несмотря на это, индексация социальных пособий сейчас не прогнозируется. Обычно это происходит при большей инфляции от 15%. Так что пока момент для принятия экстренных решений правительством страны не наступил. Бюджет Омска на 2015 год будет дефицитным, но социально направленным. Проект главного финансового документа города сегодня представили депутатам Омска. Бюджет сформировали на основе муниципальных программ города, исходя из прогноза социально-экономического развития. На ближайшие три года с учетом основных направлений бюджетной политики. При формировании документа за основу был взять вариант прогноза социально-экономического развития, при котором учитывается вероятность рисков, угрожающих устойчивости развития экономического развития, как региона, так и Российской Федерации. На 2015 год доходы городского бюджета прогнозируются на уровне 13,428,000,000 рублей, расходы в объеме 14,231,000,000 рублей. Дефицит бюджета соответствует предельному значению, не превышает 10%. Больше половины бюджета, а именно 60%, составят собственные неналоговые и налоговые доходы. Основной источник здесь – налоги на доходы физических лиц. Ну а 40% доходов – это межбюджетные трансферты из региональной казны на выполнение госполномочий. При составлении главного финансового документа города подочтены основные и приоритетные задачи бюджетной и налоговой политики. Это наращивание потенциала собственных доходных источников, обеспечение устойчивости и сбалансированности городского бюджета и умеренной долговой нагрузки. Прощу ваше внимание, что бюджет по доходам сформирован относительно первоначального внесенного бюджета на 14-й год выше, на 803 миллиона рублей и по расходам более чем на миллиард рублей. Действительно, денег в казне будет больше. Теперь от депутатов зависит, на что они пойдут. Проблем в городе немало. Хватит ли денег на новые детские сады? Проблема нехватки мест в них по-прежнему остается острой для нашего города. В своей очереди ожидают еще более 12 тысяч малышей. Сегодня в Омске открыли очередной детский сад, на сей раз на Новой Московке. В каких условиях предстоит обучаться юным мамичам и отличается ли новый детский сад от тех, что были открыты ранее, выяснила Ксения Тойчкина. Этот детский сад в районе Новой Московки строили на протяжении 9 месяцев. Всего на строительство и укомплектацию здания было выделено 194 миллиона рублей. Теперь сюда смогут ходить 360 малышей со всего микрорайона. В коридорах нового сада можно с легкостью заблудиться, ведь общая площадь постройки – 8 тысяч квадратных метров. Но маленькая Вероника Скрабулис быстро освоилась среди множества просторных комнат. Знакомство с игрушками прервала приоткрытая дверь в спальню. Девочка решила не медлить с выбором кроватки для себя, ведь уже через пару недель она по праву займет свое место в этом детсаду. Лягко лежи. Удобно? Удобно? Уютные спальни и светлые игровые комнаты – это далеко не все, чем удивили будущих постояльцев. В здании есть свой теплый бассейн, где малыши смогут учиться плавать в сопровождении инструктора. Зимний сад, который позволит развить чувство прекрасного и, возможно, раскрыть талант художника. Все богатство увиденных вокруг растений дети смогут сразу переносить на холсты. Также здесь позаботились и о эмоциональном состоянии малышей. Для них предусмотрели две комнаты релаксации – сенсорную с различными светодиодами и интерактивную. Сейчас детки у нас идут трехгодовалые, то есть у них адаптационный период будет. То есть как бы и психолог будет заниматься, чтобы ребеночка немножко отвлечь от маминой ручки. Он должен чем-то удивиться, где-то с ним поработать. Вот эта комната и предназначена для этого. Этот детский сад – очередной этап на пути решения проблемы нехватки мест в детских садах. На сегодняшний день 12 тысяч юных амичей еще стоят в очереди. До конца 2014 года долгожданные путевки получат около 4 тысяч амичей. Над этой задачей работаем. Финансирование выделяется. На будущий год тоже прорабатывается. Дополнительное выделение из федеральных средств, из областного бюджета, и со финансированием муниципального образования. Поэтому я думаю, что все, что перед нами поставил президент, мы однозначно постараемся выполнить. Новый детский сад вскоре также откроется в Амурском поселке по улице Багратиона. Перепрофилируют бывшие детские дома на Фугенфирово и Комково, а также бывший дом творчества на Дианово. Вскоре собираются приобрести еще два здания под детские сады на 600 мест. Ксения Тойчкина и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Число новых мест уточнили на заседании комитета в Горсовете. Всего в этом году в Омске запланировали открыть 3750 дополнительных мест для дошколят. Большинство групп уже открыты. Построены три детских сада, девять капитально отремонтированы. Завершается реконструкция дошкольного учреждения на улице Багратиона. Этот детский сад планируют открыть 27 ноября. В 2015 году должно появиться еще 5130 новых мест для детей от 3 до 7 лет. Уже известно, что еще один детский сад заработает в микрорайоне Амурский. Иностранцы едут в Россию, чтобы купить здесь iPhone или iPad. Падение курса рубля по отношению к доллару и евро сделало продаваемую в нашей стране продукцию Apple самой дешевой в мире. Правда, только не для россиян. Будьте в курсе событий в мире высоких технологий и смотрите рубрикой «Айгаджеты». Привет, это Айгаджеты. В Нидерландах появилась первая в мире велосипедная дорожка из солнечных панелей. В перспективе дороги будут производить энергию для домов, электромобилей, уличных фонарей и светофоров. Маршруты будут составлены таким образом, чтобы эффективно обслуживать местные потребности в электричестве. GoPro камеры начали свою историю как наручные крепления для 35-мм камер и с тех пор прошли долгий путь. Сегодня мы можем посмотреть на следующую ступень в истории GoPro Hero. GoPro 4 имеет 12-мегапиксельный сенсор и умеет снимать видео в честном 4К разрешении с частотой 30 кадров в секунду, а также 2,7К с частотой 50 кадров в секунду и Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Несмотря на то, что цена у топовой модели увеличилась, на данный момент она самая доступная 4К-камера на рынке. Но это далеко не все инновации. Камера получила режим Immersive Mode, значительно увеличивающий угол охвата. А новый режим Pro Tune является аналогом формата RAW для фото. С его помощью можно вытянуть максимум на этапе обработки материала. Как известно, качество записи звука у предыдущих моделей оставляло желать лучшего. У новинки же установлен аналого-цифровой преобразователь аудио и новый микрофон с вдвое расширенным динамическим диапазоном, что обещает невероятное качество записи. Следите за нами и в интернете на Antenna7.ru и Вконтакте iGadget. До встречи! Весь мир сегодня отмечает день рождения автора бессмертного романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. В этом году 193 года со дня его рождения, а еще 160 лет с момента освобождения писателя из Омского острога, в котором он пробыл 4 мучительных года. О жизни драматурга в Омской крепости и его ярком следе в русской литературе Сюжет Аллы Аксеновой и Артема Колесникова Вспомнить Достоевского в этом году решили праздничным шествием по памятным местам классика. Все началось с Тобольских ворот, где с 1850 года Федор Михайлович работал вместе с другими каторжниками. Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир Божий. Неподалеку в Воскресенском соборе и молился. Храма сегодня нет, зато рядом стоит памятник Достоевскому. Гости, основная масса которых студенты, возложили к ногам писателя цветы. Но вот творчество его то ли не ценят, то ли просто не понимают. Идиота люблю. В каком смысле? В прямом. Честно сказать, я больше люблю Маяковского. Хотя есть и те, кто жадно вчитывается в сочинение классика и осуждает поступки героев. Я его не понимаю просто. Он тоже студент юридического факультета. Я просто не понимаю, как он может убить. Ради какой-то теории. Человек – это та же самая живая душа. Никто не имеет права забрать жизнь. Последний пункт экскурсии – литературный музей имени Достоевского. Здесь открылась выставка работ омских художников. Они иллюстрировали романы писателя. По-разному увидели герои записок из «Мертвого дома» Исаи Фомича, Георгий Кичигин и Игорь Николаев. Смешно было то, что Исаи Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать на взрыд. Рыдания усиливаются, и он в изнеможении чуть не с воем склоняет на книгу свою голову. То вдруг среди самых сильных рыданий он начинает хохотать. Особое место занимает портреты Достоевского. На одном писатель изображен сквозь тюремную решетку. Вокруг него витает воспоминание о каторжных годах, а на лбу словно крест. Крест, потому что он как раскаленным железом был пригвожден к омску. Он не мог от него оторваться всю свою жизнь. После окончания каторги Достоевский сообщал брату. Теперь будут писать романы и драмы. Зрелые произведения он действительно создал после ссылки. Среди экспонатов есть настоящий раритет. Первое и единственное прижизненное издание романа «Бесы». После выхода книгу долгое время клеймили, а сегодня ее называют «Роман предупреждения», потому что история продолжает давать примеры революционного бесовства. Книгу литературный музей приобрел недавно у столичного коллекционера. Редко издание удалось купить в пять раз дешевле, чем на аукционе. Но цена не главная, когда речь идет о наследии великого писателя. Вы не Достоевский. Ну, почем знать, почем знать. Достоевский умер. Как? Протестую, Достоевский бессмертен. Алла Аксенова, Артем Колесников, Антенна 7. Омские бойцы завоевали три серебряные и одну бронзовую награду в решающих поединках 21-го всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти героя Советского Союза Николая Чепика. Сержант 242-го учебного центра воздушно-десантных войск погиб, взорвав мину отправленного действия в гуще наседавших врагов в одном из тяжелых боев Афганской войны. На финальном турнире мемориала побывали Владимир Истомин и Сергей Гаврилов. Совсем немного не дотянул до золотой медали омский боец Антон Кулага. Двух сложных по исполнению бросков с зацепом изнутри и хорошей работой коленями в клинче оказалось недостаточно для победы в поединке со спортсменом из команды Южного военного округа. Соперник чаще действовал ударными сериями, наш боец уступил по судейским запискам. В финальном бою у меня получилось как бы все, работал свою технику. Маленечко не хватило выносливости, надо работать над физической подготовкой больше. Темпа не хватило и двум другим омским финалистам. Многократный победитель турнира тяжеловес Александр Румянцев, он в синем шлеме, в равном поединке по баллам проиграл бойцу из Ульяновска Денису Кокшарову. Молодой омский боец Дайна Джабаров на хорошей ударной технике, дошедшей до финала, слишком перестраховался в поединке с опытным спортсменом из Санкт-Петербурга Федором Дурымановым. Пропустил пару борцовских приемов. Амские ребята, они, ну, с моего взгляда, очень сильные бойцы. Мы достойно, мы как бы с ними постоянно претендуем. На каждое соревнование с ними зарубаемся, может быть, по-нашему. И, ну, большинство, больше у них ударной техники, ну, разве так. И как бы мы их берем своей борьбой. В командном зачете первое место заняли рукопашники Южного военного округа. Вторые спортсмены военного института физической культуры из Санкт-Петербурга – бронза у бойцов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. А мячи четвертые. Общую оценку мастерства у спортсменов дал начальник физической подготовки воздушно-десантных войск России Геннадий Ягодкин. Тактически все готовы одинаково. Есть единая методика. Кто-то там ближе к борьбе, кто-то ближе к боксу. Я считаю, здесь выиграют те, кто имеет более высокие морально-психовые качества. Желание победить. Вот я думаю, что основа побед все-таки в первую очередь психология. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна Си. А мячи увидели сегодня необычное, нечастое природное явление – оранжево-розовый рассвет. Как пояснила НГС новостям ведущая синоптик Омского гидромедцентра Ирина Ульянова, сегодняшний рассвет, окрасивший небо над Омском в оранжевые и розовые тона, предвещает ветреную погоду, что мы и увидели в течение дня. Несколько часов в Омске сегодня продолжалась метель. Свои интересные фото и видео присылайте на электронную почту редакции новости собака-антена7.ру. Ну а далее сразу целый блок рекламной информации. Чтобы улучшить состояние здоровья, а мячи все чаще прибегают к прибору магнитотерапии Алмагу-02. Он помогает выздоравливать не только в физиокабинете, но и дома. Максимум показаний – минимум противопоказаний. Поэтому Алмаг-02 так популярен среди страдающих недугами. Он помогает при стазоболеваниях. Те, кто пользуется аппаратом, уже испытали улучшение работы сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Получили положительный эффект при лечении позвоночника и суставов. Восстановились после травм и операций. Несмотря на высокие возможности этого аппарата, несмотря на его достаточно большие размеры, на ту площадь охвата большую, которую нам может обеспечить аппарат, он достаточно простой в управлении. В нем действительно заложено 79 программ. На свое заболевание конкретно идет своя программа. В каждой программе уже выставлены свои параметры магнитных полей. Все, что необходимо человеку, это прочитать инструкцию и нажать нужную кнопку. До конца этой недели Алмаг-02 в Омске можно приобрести со скидкой 10%. Омские сладкоежки уже хорошо знакомы со Светланой Люсиной. Несколько раз в год она привозит в наш город на ярмарку мед и другие пчелопродукты. Всегда готова подробно рассказать покупателям о целебных свойствах каждого из них. Сейчас с приходом холодов советуют выбрать угощение с добавлением прополиса, кедровой живицы или перги. Пирга является ценнейшим иммуномодулятором. То есть достаточно чайной ложки в день, чтобы укрепить свой иммунитет на полгода. То есть, чтобы не болеть ни осенью, ни зимой, достаточно месяц пропить курсом пергу. Ярмарка меда и пчелопродуктов из разных регионов России. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм в подарок. Ждем вас с 13 по 23 ноября в ДК Малунцево и в ДК Бараново. Слышите? Слышите? А вы слышали? Пришло время поверить в чудеса. Новогоднее волшебство в Каскаде. Совершайте покупки от 1000 рублей и выиграйте новогодние круизы по морям и океанам. Подробности в Каскаде. 24 ноября. Александр Розенбаум. Только любимые песни. 59, 26, 25. Вы готовы к тому, что ваш доход будет пожирать инфляцию? Я ведь не покрою ни один банковский процент. Вам страшно открывать что-то новое? Но ведь терять старое еще страшнее. Кстати, как насчет трейдинга? Инвестиций. Вы видели сегодняшние котировки? Ведь мастерство управления деньгами приходит не сразу, но дайте себе шанс. Норковая шуба всего 16 тысяч рублей. Меховая ярмарка «Славянский базар». ТК «Гулливер» второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok